всем привет сегодняшний видео хочу вам рассказать несколько моментов на чем вы можете сэкономить в своей повседневной обычной жизни но я не думаю что вы на эти деньги сможете купить какое-то дорогостоящее имущество квартиру машину например недвижимость движимость но все-таки позволит вам как-то регулирует свой семейный бюджет потому что мы даже не задумываясь большое количество денег спускаем просто-напросто в трубу и если посчитать итоговую сумму какую бы мы могли бы получить в конце года если бы мы не тратили эти продукты и эти какие-то вещи да и экономили на этом то получилось бы это достаточно внушимая сумма которую вы например могли бы потратить этом на ремонт в квартире либо на покупку какой-то бытовой техники в квартире возможно некоторые данные пунктики повернут шок но в принципе для меня это не имеет особого значения так что поехали первое на чем бы вы могли сэкономить это на том чтобы бросить курить я не буду вам наверное рассказывать о вреде курения потому что об этом известно на каждом шагу да и вы наверное знаете что в итоге у вас может там отказать почки там в конце вашей жизни может могут отказать могут нет у кого-то там за сердце садится но это такие моменты у каждого здоровья но свое одно и каждый сам вправе распоряжаться своим организмом до травить его или не травить я на этих моментах не буду останавливаться я вам все-таки скажу об экономе который вы можете получить когда вы бросите курить не был такой период времени и наверное это тоже многих повернет шок я свое время курила но я бы не сказала курила я скорее всего баловала сигаретами просто развлекалась и как наверное многие из вас подростковом возрасте хотят попробовать все то на что наложено ограничение запрет и допустим если мы например возьмем что каждый человек выкуривает где-то пачку в день но может быть одну пачку в два дня я надеюсь вы покупаете нормальные сигареты да не берете я уже если честно не совсем разбираюсь сигаретах какие из них нормальные нет но среднем пачка наверное стоит где-то наверное рублей 50 и 50 мы умножаем на 30 дней в месяц и это получается у нас уже полторы тысячи рублей если мы умножим на 12 месяцев это где-то получится 17000 рублей то есть вы можете представить если вы бросите курить вы сэкономите целых 17000 в год если мы 17000 умножим на 10 лет если вы являетесь 10 лет курильщиком то вы сэкономите где-то 170 тысяч рублей я думаю на 170 тысяч рублей можно купить какую-то такую вот пусть не на марку на машину если вы опять же сигареты курите не за 50 рублей и все-таки наверное сейчас стоимость их увеличилась и наверное где-то нормально так более-менее рублей 70 80 то соответственно умножаете на эту цифру и даже сумма в год она получится очень очень колоссальной но я думаю вы выгоду увидите вот первое что делать это бросайте курить это преимущество просто ну такие осязаемые и видимые и неоспоримые одна только экономия чего стоит и здоровье я уже не беру во внимание о курении я вам сказала наверное что-то общее такое потому что если мы возьмем статистику по населению то сейчас курит не только мужчины но и женщины если у вас два курящих человека в семье то соответственно 17 тысяч нажать и на 2 у вас получается 34 тысячи в год то есть сумма достаточно внушима и по статистике сейчас очень много людей курят поэтому у вас есть возможность приятно совместить с полезным и сэкономить и здоровье там себе немножко поправить восстановить с помощью этого это я вот для всех сказал потому что это бичи нашего современного общества это среди молодежи среди подростков вот я сейчас допустим приезжаю сюда к родителям и вижу ну как-то в повседневной жизни я мало общаюсь на улице с подростками в меньшем количестве их вижу а здесь все таки я вот приезжаю на пляж я смотрю там человеках 10-15 собирается они там в кустах курят и я вижу что массовое это распространенное массовое явление здесь у нас в россии а сейчас я не перейду непосредственно к моим личным пунктам на чем я вот и лично я моя семья вот в моем лице и в лице еще одного человека стараемся на чем мы экономить и я к этому привлекаю родителей я еще никого об этом среди близких таких вот не рассказываю это наверное единственный мой такой будет открытый диалог на эту тему первое то что закупаться массово в крупных магазинах потому что он во первых если вы покупаете какие-либо продукты в магазинах по шаговой доступности то там стоимость одних и тех же продуктов если мы сравниваем с большими супермаркетами она в разы дороже я имею ввиду те магазины которые находятся у вас недалеко от вашего дома либо прям здание вашего дома либо такие вот мелкие какая пятерочка магнит как правило цена вот сейчас я сравниваю в гипермаркете магнит который у нас один-единственный находится в саратове и сравнивая даже с другими магазинами магнит которые по территории на территории всего города саратова расположены то у них цены разнятся чуть ли не в 10 рублей на каждый продукт то есть это существенная экономия если вы допустим поедете со своей семьей куда-то в магазин в крупные гипермаркет крупный торговый центр и закупитесь там на неделю вперед до составите себе предварительно список список кстати тоже очень хорошо помогает я так делаю то есть я пишу количество необходимых мне продуктов на неделю даже возможно на месяц и в соответствии с этим списком я покупаю что дает мне список во первых я не куплю себе лишнего то что я себе и не предполагала во-вторых я не забуду что-то докупить потому что в голове мы не можем удержать большой объем информации и когда все это это уже зафиксировал на листочке бумаги тебе легче с этим прийти и на прилавках выбрать все то что тебе необходимо еще почему я люблю закупаться в крупных магазинах как правило там еженедельно продаются некоторые категории товаров по красным ценникам то есть максимальной скидкой и вот эти вот категории товаров они за неделю каждую неделю обновляются и например шоколад альпенгольд который стоит например в том же самом местном нашем магазине 65 рублей вот в ленте мы недавно приходили можно было альпенгольд купить всего лишь за 33 рубля то есть получается в два раза дешевле можно купить тот или иной продукт и допустим я пишу себе список а все то что по красным ценникам то что не входит в этот список я все равно смотрю и закупаю то есть я покупаю струк продукты по списку и еще плюс я высматриваю продукты которые я буду в любом случае использовать это например там кукуруза баночка в каких-то салатах это горошек зеленый это фасоль и это возможно хлопек какие-то к завтраку но все то что он на данный момент действует красная цена самая максимальная скидка я еще дополнительно это обязательно прикупаю третий пункт я в последнее время стала проводить периодически ревизию холодильника потому что бывает такое что что-то купишь и это некоторое время лежит в холодильнике ты про это забываешь и потом через какое-то время туда залазишь а этот продукт уже пропал и чтобы избежать порчи продуктов выкидывания продуктов на что-то все-таки вложил деньги и сейчас продукты как многие знают это увеличиваются с каждым разом все больше и больше потому что на стоимость доллара растет и бывает такое что там кусок сыра выкидываешь за который ты там отвалил 100 рублей и он уже заплесневел и там в принципе никуда уже не потратишь но сыр там можно еще в принципе обрезать и куда-нибудь его пустить а допустим какие-то те же фрукты и овощи они могут у вас пропасть и вы потом их выкинете в мусорное ведро и вот и я на этих вещах тоже экономлю я делаю периодическую ревизию холодильника причем допустим я вижу что какие-то продукты у меня уже вот-вот они загнутся я думаю чтобы из них такое приготовить допустим если мне лежат какие-то фрукты которые вот-вот они у меня пропадут и там уже начали они где-то подгнивать я могу их там обрезать или скушать либо допустим сделать какой-нибудь пирог из них да допустим я залезла увидела что у меня там грудинка осталась немножко кусочка маленький остаточек не остался кусочек сырочка например могу сделать пиццу то есть я провожу периодический осмотр холодильника из тех продуктов которые уже подходит у меня до кончайна срок жизни я пытаюсь из них что-нибудь такое вот вкусненькое приготовить четвертый пункт я придерживаюсь правила безотходного производства то есть все то из чего я готовлю я стараюсь и по максимуму все те отходы которые у меня получаются в сухом остатке я думаю куда бы это можно было бы распределить но например если я готовлю курицу жарю ее у меня остаются косточки то я эти косточки никогда не выкидываю я стараюсь например их отдать бездомным котятам или кошкам на улицу отнести чтобы это не выкидывать потому что все таки это продукт и он может кому-то пригодится также например я смотрю мне какой-то косметический товар он подходит к окончанию срок годности там осталось буквально два-три месяца я знаю что у меня есть там дублирующие продукты например у меня там два крема для лица или у меня там два геля для душа да и один из них уже вот-вот у меня испортится и я стараюсь вот эти вот товары тоже кому-нибудь отдавать кто в этом нуждается и у меня да не произойдет такого что это мне все там пропадет и человеку будет радость там счастье и он останется довольным но если бы я наверно жила бы в деревне я бы под всякие очистки от овощей фруктов там хлеб какой-нибудь засохший я наверное завела хрюшку или козочку или курочек то есть можно вот сюда если вы живете в деревне можно например завести какую-нибудь живность и вот им все это скармливать как вариант например раньше мы покупали это уже следующий пункт бутилированную воду где-то мы ее выпивали бутылку за 50 рублей за два дня это семья из двух человек и в какой-то определенный момент времени я тоже взяла и посчитала сколько мы тратим на воду и у нас получилась приличная достаточная сумма если покупаете бутылку на два дня и 50 рублей мы умножаем на 15 это у нас будет 750 рублей соответственно если у вас 4 члена семьи это будет у вас уже полторы тысячи это только всего лишь за один месяц но если я беру опять же свою семью 750 рублей я умножаю на 10 месяцев это у меня будет уже семь с половиной тысячи рублей в год я бы экономила если бы я не покупала воду в бутылках и я выбрала себе в качестве альтернативы ездить в родник и мы сейчас те же самые пустые бутылки берем 5 литровки едем в родник мы дышим свежим воздухом мы прогуливаемся потому что до родника идти где-то примерно два километра то есть мы совмещаем опять же приятное с полезным мы экономим на воде мы ходим пешком где-то два километра туда два километра обратно при этом мы дышим на свежим и чистым воздухом то есть видите целых три плюсика можно найти в этом мероприятии следующий пункт они у меня здесь записано все я не покупаю еду когда я нахожусь на работе свой обеденный перерыв где-то в каких-либо кафешках либо в местах общественного питания я стараюсь еду брать из дома во-первых приготовление еды обходится дешевле то есть то что я куплю там и потрачу 150 рублей а кто-то и 200 рублей тратит в день опять же получается 200 мы умножаем на 300 на 30 это у нас получается 6000 6000 6 тысяч я здесь себе записываю в конце вам потом скажу чистую экономию 200 на 30 это 6000 и 6000 мы умножаем на на сколько умножаем 200 рублей умножаем на приготовление еды дома вам обходится значительно дешевле потому что ту порцию которую вы покупаете всего лишь там 100 200 грамм вам обходится там в 150 в 200 рублей то же самое вы можете приготовить дома и соответственно вы сэкономите потратить всего лишь 300 30 рублей скажем так то есть я конечно же себе позволяю я могу себе роллы там купить раз в неделю я могу себе там пиццу что-то взять но предпочитаю все-таки готовить и иду брать в баночках в коробочках в контейнерах к себе на работу мне там стоит микроволновка я могу себе в любой момент разогреть там еду и соответственно покушать здоровой домашней едой причем я знаю из чего она приготовлена я знаю что там никто нигде не ковырялся никто нигде не лазил да и потом там все это не делала я часто смотрю программу ревизора вот и как-то вот эти вот момент они несколько настораживают это не значит что я вообще отказалась от похода там в кафешек в общественные какие-то места естественно я когда на отдых приезжаю отдыхать я там не ищу место где мне можно приготовить а я там расслабляюсь и ем в каких-либо заведениях но все равно там где есть возможность мне покушать свою здоровую там пищу здоровую еду собственно приготовленную тем более готовлю как я думаю очень вкусно и многим моя еда нравится я когда я помню работала в пенсионном фонде девчонки приносила разогревала и многие такие на стопе что-то вкусненько сделать что приготовила и каждый заглядывал вот в этот мой контейнер чтобы посмотреть что я там сделала то есть такой момент есть я сама вкусно готовлю если мне позволяет время есть время а тем более сейчас вот лето вообще практически ничего не хочется делать там салатик себе на стуга могу там сосиску взять какую-нибудь могу там себе вермишельку какую-нибудь творить тот же самый суп себе беру то есть все то что я делаю дома летом я с собой беру и естественно зимой я тоже делаю существенная экономия я вот здесь вот посчитала если вы будете в среднем творать 200 рублей в день на еду на обед то вы сэкономите 6000 рублей 20 мы умножаем на 30 хотя вы конечно 30 дней не работаете но в среднем я 200 беру умножая на 30 меня получается 6000 а итоговая сумма экономии в год 60 тысяч рублей можете представить себе 60 тысяч рублей только на еде еще следующий пункт а мы покупаем часто но это моя семья часто покупает а так как жажда мучает пить хочется квас квас бутылочный квас и как правило когда вам продает квас бутылка хлеба какой-то лимонады то стоимость этого кваса входит еще и стоимость бутылки в том году я не помню сколько по моему это 6 рублей было в этом году уже 9 рублей то есть вы можете себе представить обычная пластиковая бутылка стоит 9 рублей допустим что вы каждый день покупаете напиток какой-нибудь некоторые по два раза в день покупают и вы каждый раз тратите 9 рублей просто на эту бутылку что делаю я я беру пустую бутылку со своей пустой бутылку иду за напитком и если я 9 опять же умножу на 30 там получается где-то 9 на 3 мне как-то с арифметикой не все в порядке но пусть у нас 300 рублей то есть 300 рублей вы экономите только лишь на одних бутылках в месяц и и ладно дальше в конце посчитаем на ну что мы дальше в конце посчитаем где-то у нас 4 жарких месяца 300 умножаем на 4 то есть 1200 мы только на одних бутылках экономим следующий момент я думаю от которого некоторые из вас придут в шок но да я на этом экономлю я экономлю на обычных мусорных пакетах те пакеты которые приношу из магазина сейчас я вам их покажу когда я иду что-нибудь покупать себе из одежды вот эти пакеты я сохраняю так же я сохраняю но не в большинстве своем случае а так вот потому что их очень очень много копится обычных полиэтиленовых пакетиков маленьких таких вот отрывных которые вам там овощи фруктов вам заворачивают я тоже могу их если они не грязные их оставить на всякий случай и я никогда не покупаю мусорные мешки потому что я вот эти пакеты никогда не выкидываю мусорку во-первых я такой человек который заботится о состоянии окружающей среды я была бы счастлива если бы у нас было безотходное производство какая-то вторичная переработка того же самого полиэтилена пластиковых бутылок алюминия либо допустим те же самые пищевые отходы шли на какие-то благие цели там фермерам поставлялись бы то есть можно вариации много придумать я такой человек который мне просто жалко выкинуть даже вот эти вот пакеты я знаю что они могли бы использоваться где-нибудь вторично я понимаю что то что я выкину потом будет загрязнять окружающей среды среду среду потому что полиэтилен он долго перерабатывается там по-моему чуть ли не 20-30 лет он не разлагается полиэтилен да я могу те же самые пакеты использовать вторично в моем случае то есть я экономлю во первых вот опять же сколько преимуществ я экономлю на мусорных пакетах я не засоряют и стараюсь минимизировать засорение окружающей среды то есть я могу по максимуму сделать то что от меня возможно в данном случае от меня вот требуется ну такие вот какие-то элементарные вещи то есть я могу хотя бы этим помочь вот и к тому же я вот эти вот пакеты использую для отходов то есть я также кладу в мусорные мусорное ведро и туда накидываю да летом я вообще использую маленькие полиэтиленовые пакетики отрывные вот такие вот полиэтиленовые я думаю надеюсь вы поняли каких пакетах я веду речь вот это летом очень хорошо потому что летом чаще всего заводится мошками потому что мы едим арбузы дыни и если долго что-то лежит такое вонючее в квартире то обязательно заводится какие-то насекомые а это получается вы за день набираете вот этот полиэтиленовый пакетик в конце дня его выкидываете и вы и пакетик использовали и не затратили мусорный пакет у вас не завелись мошки и сэкономили то есть вообще преимуществ просто огромное количество а что относительно косметики я раньше скупала всего в больших количествах то есть мне было где-то 7 гелей для душа у меня было пара-тройку кремов для ног для рук сейчас же я придерживаюсь опять же принципа экономии я не в недавнем времени вот многие до удивляются приобрела недвижимость жилье и в принципе при моем доходе я бы не сказал что мне слишком высокие многие удивляются как такое возможно и я могу вам сказать что если вы у себя вычлениваете вашем бюджете в семейном опять ну найдете какие-то все равно дыры найдете какие-то слабые стороны куда возможно вы бы могли бы не тратить деньги но тратите и у меня был такой период когда вот я говорю я скупала все в больших количествах те же самые гели для душа я например приходила в магазин и надо мне не надо там покупала там очередное платье например я куплю какую-нибудь юбку который мне потом пролежит пять лет и я жду пока я куплю под эту юбку какую-нибудь кофту подходящую ей меня получается что я юбку пять лет не ношу и кофту я не покупаю мне все это лежит я потом этот ворох вещей перебираю и мне приходится отдавать а деньги уже потрачены и я прежде чем сделать какую-то покупку я себе задаю вопрос а нужно мне это или нет а если у меня в данный момент продукт который аналогично этому до товару если у меня такая подобного рода юбка похожа если у меня такого цвета помада или сколько у меня гели для душа нужным ли мне еще один такой же покупатель нет то есть я обязательно о себе задаю ряд вопросов то есть я не бездумно покупаю бывает такое что мне понравится вещь и я покажу покажу вот как мне было в прошлом году я наткнулась на босоножки которые в принципе такие достаточно симпатичные у них устойчивая колодка была стоили они для кожаной обуви недорого совмещали в себе бирюзовый бежевый коралловый цвет то есть такие вот универсальные можно сказать которые могла потом одеть под любой наряд но я все-таки задумывалась брать их или не брать получилось так что я ушла потом думаю но если это мои вещи они потом ко мне все равно в любом случае так или иначе вернутся и я походила потом спустя какое-то время еще в один магазин заехал я их там увидела потом я еще в один магазин заехал я их увидела и в итоге я в четвертом магазине наверное еще очередной раз их примерив я купила то есть это у меня покупка была очень очень осознанная такая продуманная я не говорю о том что возможно у нас есть такое у девочек что мы увидели что-то и у нас вау там мы сильно это захотели и мне такое бывает что я видела какое-то платье очень красивое я его куплю то есть если я посчитаю что оно мне нужно либо допустим я не знаю нужно мне оно или нет но он мне очень очень нравится я его возьму то есть меня нет таких вот прям строгих железных каких-то ограничений но все равно однозначно я всегда немножечко прогоняя себе через голову а надо мне это или нет вот и сейчас получается так что вот я в данный момент пользуюсь определенной линейкой ухода за лицом и она у меня закончилась это единственное мои уходовые средства которые закончились у меня до самого донышка до самого конца мне такого никогда вот за все время наверное пока я работаю в косметической компании никогда этого не было у меня было несколько кремов для лица несколько кремов для рук и так далее мне не успевал еще заканчиваться старые я покупала новые старые у меня сроки годности заканчивались а сейчас это единственный вот наверное год до в этом году единственный раз я прямо когда донышка использовала не это несколько радует потому что пересматривая свои покупки там на протяжении последних двух лет я считаю что многие из них были бестолковыми ненужными так а если вот мы сейчас посчитаем экономию я не беру экономию от того что я закупаюсь массово в крупных магазинах гипермаркетов я где-то трачу примерно на 15 а иногда даже не 50 процентов на некоторой категории товаров меньше регулярная ревизия холодильника тоже не могу посчитать прямую выгоду безоходное производство тем более вот если я возьму воду из родника это будет семь с половиной тысяч и еда на работу он из дома это 60 тысяч в год и если вы бросите курить и вы сэкономите 15 тысяч в год бутылки под класс если вы будете брать свои приносить 1200 рублей и мусорные пакеты но где-то 300 рублей в год вы сэкономите и общей экономии у нас составит 90000 составляет моя личная экономия в год надеюсь на то что вы напишите мне в комментариях к этому видео свои какие-то пунктики возможно я что-то упустила я возьму себе их на заметку делитесь обязательно своими секретиками спасибо большое что посмотрели это видео до конца желаю вам хорошего настроения и желаю чтобы ваши возможности совпадали с вашими желаниями до новых встреч пока пока